Всем привет! С вами Лили Лиз с своим фэшн-блогом. И сегодня я познакомлю вас в своей коллекции сумок. Это Louis Vuitton, моя самая любимая сумка. С одной стороны, она очень статусно выглядит, и с ней не стыдно выйти куда-нибудь в самое крутое место. С другой стороны, она скромная, не бросается в глаза и подходит к любой одежде. У нее роскошная кожа с характерной для Louis Vuitton выработкой. Хотя в эту сумку не входят учебники, но пару тетрадок все-таки впихнуть можно. Так что я с ней иногда даже нахожу на учебу. Эта вещь дорогая и супер качественная. Ей уже несколько лет, а вида своего она так и не теряет. Это тоже Louis Vuitton. Только из-за очень заметного винного цвета и лакированной кожи я ношу ее очень редко. Она выглядит очень круто, но эта вещь не на каждый день. А вот эта сумка Vivian Vestwood, к сожалению, износилась довольно-таки быстро. Я ее тоже очень люблю. Несмотря на то, что ее можно назвать бордовой, ну, или темно-розовой, она тоже подходит практически к любой одежде. Как в отношении цветов, так и применительных к случаю. Она маленькая и элегантная, а оттого отлично сочетается с коктейльными и вечерними нарядами. И с джинсами, кстати, тоже вариант. Черный атласный клач со стразами, конечно, подходит только для вечера. Он требует не только свободных рук, но и абсолютно свободной головы. Правда, когда я начала с ним ходить, все время боялась его где-нибудь забыть. На стойке или на диване. Но потом ничего, прошло. В отличие от трех предыдущих сумок, к такому клачу, конечно же, предполагаются туфли на высоком каблуке. Полная противоположность клачу – вот эта сумка. Она приехала ко мне из Лондона, со знаменитого рынка Camden Market. Отдельная история, как моя подружка, которая мне подарила, заторговывала эту сумку у продававших ее индусов. Ношу эту сумку с большим удовольствием. Она очень уютная, хорошо смотрится смехом, с этническими вещами, с одеждой в коричнево-бордово-оранжевой осенней гамме. Еще две вещи, которые я воспринимаю как осенние. Первая – это вот эта сумка. Я купила ее именно сейчас, этой осенью. Это сумка Кьер Пластинина. Она сделана из искусственной кожи, а куплена была в комплекте моему любимому оранжевому пальто этой марки. Сумка очень вместительная. И вот уж в нее-то я могу положить и все необходимое для учебы, и папку формата А4, и даже ноутбук. Если получается чересчур тяжело, то ее можно носить на плече, так как ручки довольно длинные. Хочу купить к ней еще какую-нибудь прикольную подвеску. Вторая осенняя вещь – День Жив. Приобретение прошлого года. Оригинально сделанная сумка из кожи страуса подходит абсолютно ко всему. Эта сумка из моей коллекции – самая вместительная. Ну, если, конечно, не считать спортивного баула или рюкзака. С ней я обычно езжу в какие-нибудь не слишком долгие поездки. Например, на дачу к друзьям или в Питер на выходные. Сюда умещается большая косметичка, пара обуви, белье, полотенце, зонтик, даже свитер, майка и джинсы, если все рационально упаковать. Сочетается она, конечно, далеко не совсем, но для дорожной сумки это от них не главное. Эта марка – Дисигуан, испанская, и расцветка моей сумки от них и самая пестрая из того, что встречается у них в магазинах. Отношения к сумкам у меня довольно бережные, и потому живут они мне достаточно долго. Но как только появляется что-нибудь модное и интересное, я сразу же обновляю свою коллекцию. Вот, например, сейчас я собираюсь приобрести очень эффектную сумку от Кири Пластининой, которая вся расшита рюшами из молний. Как только куплю, сразу вам покажу. А на сегодня все. С вами была Лили Ли со своим фэшн-блогом. Увидимся через пару деньков. Пока-пока.